Я криминальный журналист. В моих архивах исключительные важности дела. Большинство под грифом секретно. О них вы не узнаете из газет или журнала, как и о тех людях, кто разоблачал злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. Семьдесят пятый год. Владимирская область. Город Александров. Конец трудового дня. На проходной завода толпится молодежь. Настроение приподнятое. Впереди праздник. Нина попрощалась с подругами и поспешила к автобусу. Она теперь замужем. У нее другие заботы. Ну вот, накануне демонстрации изменили маршрут. Остановку перенесли. Придется идти в обход. Ничего, так даже лучше. Заскочу в продуктовый. Вот и здание школы. Сейчас сверну за угол и... Ее мысли прервал неожиданный звук. Треск нейлоновой куртки прямо за спиной. Она не видела, кто это. Но в темноте ей почудился жуткий звериный оскал. Нина успела закрыться руками. Дальше была только боль. Это уголовное дело потрясло старинный город. Все было настолько дико и немыслимо, что здесь до сих пор ходят легенды о звере-оборотне. Но правда оказалась куда страшнее. И сегодня мы услышим ее из первых уст. Леонид Титаров. В 70-х годах прокурор-криминалист. Считает, в работе не бывает мелочей. Порой волосок может помочь раскрыть сложнейшее преступление. Владимир Алятин. Сыщик до мозга костей. Коллеги называют его мастером по раскрытию особо тяжких преступлений. И так на дворе 75-й. Всей жизнью своей утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! 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 В СССР отмечают 30-летие победы. По решению правительства инвалида Великой Отечественной и семьи погибших получают дополнительные льготы. На Таймыре проводят первые ядерные испытания. Бед! Одна! Ноль! Строители БАМа протянули железную дорогу до Таёжной станции Тында. Молодые московские строители откроют новую страницу сооружения БАМа. Между Советским Союзом и США идет борьба за шахматную корону. Молодой Анатолий Карпов готов сразиться с Бобби Фишером. Но американец отказывается от поединка. Карпов становится чемпионом мира. ООН объявляет 75-й международным годом женщин. По иронии судьбы, именно женщины стали мишенью в нашей трагической и страшной истории. Электричка до Александрова идет с Ярославского вокзала. Долго, со всеми остановками. Народу битков. В 70-е годы поезда ходили полупустынь. В старинном Александрове были свои предприятия и много возможностей для молодежи. Чего стоил один телерадиозавод. Сейчас завод приступил к выпуску новых телевизоров. В общем, на вокзале было тихо. И вдруг глянул гром. Неожиданная находка возле станции. Прямо под насыпью у железной дороги. При осмотре места происшествия обнаружили, что молодая женщина, убитая, раздетая, изнасилована. Несколько ударов нанесено по голове чем-то металлическим. Это Владимир Алятин. В те годы уже бывалый оперативник. Именно он одним из первых приехал на место убийства. Там сыщиков ждала еще одна, выходящая за пределы понимания деталь. На теле убитой девушки рваные раны неизвестного происхождения. Похожа на следы зубов. Словно ее пытались загрызть. Осмотрев труп, эксперты ошеломили сыщиков. Имеются следы укусов как на груди, так и на спине. Укусы? Это и теперь звучит дико. А тогда, в 70-е, было как удар грома. Даже для видавших виды сотрудников милиции. В те годы Владимир Костин работал в уголовном розыске. Много было версий. Но у нас не было данных, кто мог это совершить. Как это вообще возможно? Кто орудовал у железной дороги? Может, какое-то дикое животное? В знаменитой повести Артура Кунан-Дойля хитрый убийца натравил на свою жертву огромного пса. Неужели кто-то, начитавшись книг, привел на поводке злобную собаку, волка или дрессированного тигра, чтобы учинить жестокую расправу? Похоже на бред. Но сыщики в своей работе привыкли ничему не удивляться. Все знали об этом преступлении. Все были аргентированы, вплоть до участковых. Над безмятежной Александровской слободой нависла угроза. В городе поселилось зло. Кто-то неведомый в буквальном смысле распробовал вкус человеческой крови. А что, если это только начало? Худшие опасения подтвердятся слишком скоро. Заклятые подруги. Бывшие зэки или служители культа. Маленький город и большая политика. Были даже предположения, что это политический какой-то момент. Человек или зверь. Волчья пасть. Необычное дело, которое потрясло страну. 75-й год. Владимирская область. Город Александр. В провинциальном городе новости расходятся быстро. Поползли невероятные слухи. Слыхали? Изуверы похищают женщину. Какой там? Это людоед. Он продает пирожки с человеческим мясом. Все не так. Я точно знаю. Это оборотень. Полумужчина-полузверь. Вой по ночам. Слышали? И действительно. Как на зло жители домов у станции жаловались. По ночам окрестности оглашает нечеловеческий год. От этих разговоров веяло диким средневековьем. Лишь позже выяснится. В сплетнях была большая доля истины. Кто-то действительно пускал в ход зубы и клыки. Здешние места всегда были полны легенд и жутких историй. В 16 веке Александр стал неофициальной столицей Ивана Грозного. Страшное место. Отсюда пошла по Руси кровавая опричнина. А местные бабушки уверяли. В подземельях до сих пор живет нечто. Были убийства, были изнасилования. Это много за свою службу приходилось видеть. Но чтобы искусать труп, будем так образно выражаться, полутруп искусать, трудно сказать. Но сыщики уголовного розыска в мистику не верят. Не положено. Вскоре и эксперты дали заключение. Никаких оборотней. Следы на теле от укусов. Но не звериных, а человеческих зубов. Леонид Титаров, возглавивший расследование, выдвинул версию. Это может быть психически не очень нормальный человек, стоящий на учете. Кто-то представляет себя Наполеоном, кто-то марсианином, а кто-то диким зверем. У нас вот за Сергием Пасадом Абрамцевым есть. Там очень большой медицинский городок. Там находится умственно отсталый. Может, совершил побег? Но главврач развел руками. Что вы, голубчик, у нас такие решетки. А поймаете, привозите. Будем изучать. Поиски продолжились. Установили личность убитых. Таня Афанасьева. Скромная работящая девушка, которая не заводила подозрительных знакомств. Положительная во всех отношениях была. Проверили ее все связи. Дружественные, родственные связи. Ничего не могли обнаружить. Были и другие предположения. Кто-то из приедет. Это незнакомый человек, но не проживающий в городе Александрове, а приехавший из Москвы или из Московской области. Приехал, выследил, напал и разорвал зубами. Да, как ни крути, а вырисовывалось что-то совсем противоестественное. Эта женщина – участница событий. И дальше рассказ пойдет о ней. Город настолько был заполнен страхами, слухами и домыслами. Были даже предположения, что это политический какой-то момент. Это же 7 ноября было. На Красной площади трудовая Москва. 75-й год. 7 ноября. Город Владимир. В день, когда вся страна отмечала годовщину Великой Октябрьской революции, в доме прокурора Титарова раздался тревожный звонок. Срочно выезжайте в Александров. Там новая жертва. Выехали в Александров, убедились в том, что обстановка очень серьезная, город возбужден. Накануне возле школы у Дичковского озера зверски избили молодую женщину. Вот она, Нина Андреева. Ее не сразу удалось найти. Женщина хотела бы навсегда стереть из памяти те события. Но не может. Нина не помнит, как приехала скорая, как удивлялись врачи. Странно. Еще дышит. Надо же. То, что с ней случилось, не объяснило. Вначале был удар. Страшный сил. Но девушка почему-то устояла на ногах. Мне говорили, если бы ты упала сразу, он не мог бы столько ударов нанести. А он меня колотил, 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 а я все не падала. Потом ее тело взмыло вверх. Позже выяснится. Нину хотели перебросить через забор. Я закрывалась вот так. Вот левая рука, которая была наверху, ей досталось больше. Правая тут просто. Палец пострадал. А здесь вот вся рука была просто месива. И тут послышались мальчишеские голоса. Эй, ты, что творишь? Ребята, сюда. Тут девушку убивали. Пытался все-таки меня отключить, и я долго старалась. Долго почему-то не могла упасть. Нине удивительно повезло. Она чудом осталась жива. И потом говорили, что с этим долго не живут, с такими травмами. А в те дни сыщики восстановили картину нападения. У Дичковского озера гуляли подростки. Они поспешили на помощь, заметив возню возле школы, и спугнули убийцу. Не догнали. И не разглядели в темноте. Но стало ясно. Это вовсе не оборотень. Это мужчина. 75-й год. Владимирская область. Город Александр. Анализируя последние события, Титаров и Олятин поняли. Между убийством у железной дороги и нападением на Нину Андрееву явно существует связь. Их совершил один и тот же человек. Анатолий Захаров служил в уголовном розыске и тоже работал над этим делом. Ну, во-первых, почерк, сам почерк. Этот человек, видимо, специально уже подбирался к чему-то, жертву выбирал. Убийцу привлекала яркая внешность. Красавица, белокура, вот там и фигура, и все остальное. Он был хитер и осторожен. Всегда находил те места, которые, ну, не было свидетелей. Все его действия были всегда в первую очередь, так сказать, вывести из нормального состояния. То есть оглушить. Он не стеснялся разбрасывать оружие. По пути как раз подобрал гаечный ключ, огромный, тяжелый. Умело скрывался. И никто не знал, как он выглядит. Оставалась единственная зацепка. Зубы. Сыщики приступили к операции, которую негласно окрестили волчья пасть. Итак, две девушки стали жертвами неизвестного убийцы. Обе молоды и привлекательны. Кто мог желать им зла? Я ни с кем не ссорилась никогда. Врагов у меня таких прямых не было. Титаров и Олятин опрашивали подозреваемых. Это кажется невероятным, но каждому из них приходилось буквально заглядывать в рот. Зачем? Вспоминает стоматолог Марк Фурман. Было установлено, что не хватает одного зуба на нижней челюсти справа. Есть промежуток между зубами, который отразился в укусе. Вот она, единственная примета. Но попробуй, отыщи такого в толпе. И тогда... Неофициально решили провести операцию под названием кариос. И под большим секретом проверить, начиная со старших классов, и все предприятия. Но это требовало времени, а его не было. Область была буквально наэлектризована, не только Александрова. Надо сказать, что в самом городе создалась атмосфера страха. Никто не чувствовал себя в безопасности. Никто, кроме одного. Убийцы. Страшная находка. Сарай, где хранился трех. И чайный сервиз в придачу. Несчастные чашки. Куда приводит жажда мести и страх разоблачения? В нашем районе и регионе таких жестоких убийств не было. Волчья пасть. Человек и зверь. История одного превращения. Титаров и Олятин работали день и ночь. Устраивали засаду. Переодевали сотрудниц милиции вне формы и просили их противника, подкрикивали тем, естественно, работников розыска по каким-то местам. Вот что рассказала Капитолина Назарова, старший инспектор Александровского РОВД. А приходилось делать, то есть, подставлять себя вместо женщин, которых он, так сказать, мог найти. Молодые сотрудницы старались одеться нарочито вызывающе. Каждый раз они рисковали собой. Каждый из таких случаев мог обернуться бедой. Ведь единственное средство защиты – рация. Но это приспособление ломалось в самый неподходящий момент. И тогда начальник, ты не начальник, девушки не стеснялись в выражениях. Ты свою жену с голой папой отправь по улице гулять. Вот с этой рацией. То есть ни разу не работи. Милицейская рация в 70-е годы была чутким и капризным механизмом. Как и любая техника, работала с переменным успехом. Помню, дома всегда что-то ломалось. Телевизор, радиоприемник, электроутюг, даже чудо цивилизации – миксер. Мама сокрушалась, отец не уныл. Любую вещь легко было починить. Достаточно стукнуть кулаком или потрясти, и все приходило в норму. Но однажды телевизор отказался показывать 17 мгновений весны. Вызвали мастера. Как только он вошел, на экране появилось изображение. «Исправно работает», – сказал мастер. Получил деньги за вызов и удалился. После этого картинка и звук сразу исчезли. Навсегда. А я понял значение пословицы «дело мастера боится». 76-й год, февраль. Город Александр. Между тем, обстановка накалилась до предела. Женщины отказывались выходить в вечерние смены. Просто боялись того, что станут жертвами падения. По улицам ходили бригады, народные дружины. Безрезультатно. Зубастый убийца как будто заранее знал, где его поджидают. Случайность? Или хорошо информирование? Да, это было именно так. Дело-то в чем он был дружинником. Всю обстановку знал. Потом, что мы вот разыскиваем преступника, и он в курсе дела об этом. Потом, оказалось, изворотливый тип ходил на инструктаж вместе с другими добровольцами. Внимательно слушал и ничем себя не выдавал. Идя с работы, как правило, гурьбой, заходили в пивбар, там, обсуждали эту тему. И, например, высказывали, что, ну, там, если бы такого поймать, мы бы его там. Он никогда не проявлял никаких, так сказать, это. Слушал и все. Люди понимали, что за ними кто-то следит. Чувствовали зловонное дыхание смерти. Вздрагивали от каждого шороха. А впереди начало весны. Восьмое марта. Город замер в напряжении. Деревянные дома на окраине. Рядом покосившиеся угольные сарай. Один открыт. Дверь давно не закрывается. Да и кому придет в голову ее ремонтировать? Сюда никто не заглядывал, кроме хозяев. До тех пор, пока из-за двери сарая не раздался душераздирающий женский крик. Человека убили. Шестого марта жительница города Александрова вышла в сарай. И в этом сарае обнаружило обнаженное тело. Следственная группа во главе с Титаровым и Алятином немедленно выехала на место преступления. Даже такие бывалые сыщики, как старший инспектор уголовного розыска Олег Чернобровцев, не могли скрыть своих чувств. В нашем районе и регионе таких жестоких убийств не было. Опять молодая девушка. Валя Пичугина. Ей было всего 22 года. Опять на теле рваные раны от кошмарных укусов. И это накануне 8 марта. Да, боялись люди на улицу выходить. Значит, на работу и с работы их встречали. Особенно женщин. Полгода какая-то мразь держит в страхе весь город. Глумится над людьми и убивает. Зачем? Почему? По какому праву? Валя Пичугина работала на почте оператором. Красивая, веселая, дружелюбная. Сыщики опросили сослуживцев. Но никакой подозрительной информации. И все-таки Алятин настаивал. Надо копать в этом направлении. Ну, сердцем чувствую. Интуиция. Братцы, давайте еще раз вернемся к почте. Давайте еще раз опросим. Может быть, кто-то забыл. Может быть, кто-то что-то вспомнить может. И вот она, важная деталь. Всем работницам почты к празднику подарили по чайному сервизу. Уходя с работы, Валя забрала коробку домой. Но рядом с трупом ничего не нашли. Значит, чашки забрал убийца. И тут еще на горизонте появился один экзотически одетый персонаж. На первом этаже почты, где работала Валя Пичогина, находился переговорный пункт. Накануне праздников сюда пришли двое парней. Один щеголял в необычной куртке. В 70-е годы заграничные шмотки были не просто дефицитом, а признаком высокого статуса. Их нельзя купить, только достать. Двумя способами. Либо у фарцовщиков забешенные деньги, либо самому сгонять в загранкомандировку, что для простого смертного нереально. Был такой анекдот. Снится фарцовщику счастливый сон. Будто в гуме все прилавки завалены фермой. И вокруг никого. А он покупает, покупает. Сон стал явью. Но счастья как не было, так и нет. Два молодых человека в тот день запомнились многим. Они явно искали компанию для приятного времяпровождения. Сказали, Валю позовите. Валя выбегает на пять минут. Вернулась недовольная. Я в этот вечер был. Как выяснилось, у него сомнительная репутация. Ни семьи, ни родных. С женщинами не церемонился. Он тоже рукоприкладственницей занимался. Он такой был не джентльмен, скажем, в поведении. И вдобавок замашки мелкого афериста. Любит брать в долг и не возвращает. В общем, скользкий тип. Недавно приобрел вишневые жигули. Бог знает, как это ему удалось. Вишневый жигуль в 70-е предмет особого шика. Люди ждут свою машину годами. Конечно, и здесь работает черный рынок. Очередь можно выкупить у тех же спекулянтов. Но никто не гарантирует, что ты получишь именно тот благородный цвет. А не какой-нибудь позорный, бежевый. Наш сосед мечтал о машине. Всеми правдами и неправдами добивался своей цели. Наконец, получился. И пошел к друзьям обмывать. Дня на три. Парня в цыгейковой куртке задержали. Но Иванов и не думал отпираться. Да, я приходил на почту с товарищем Вовой. Но приглашали Валю посидеть в ресторане. Она отказалась. Пошли без нее. Как фамилия приятеля, наседают сыщики. Саренпя. Финская такая фамилия. Владимира Саренпю взяли на улицы. Но тот заявил, Валю знаю, Любовь ей предлагал, но шутя все это. Ведь у меня жена, дети. Вроде все гладко. Но когда Титаров допрашивал Саренпя, у него появилось странное ощущение. Иванов заявил, они ушли из ресторана около девяти. Сколько можно квасить? А Саренпя говорил другое. Мы допоздна засиделись. Ушли после одиннадцати. Вот так. Два часа разницы. Не мелочь. Но кто из них врет? И зачем? После допроса прокурор Титаров неожиданно отправил задержанных к стоматологу. Мол, так надо. Чтобы потом не говорили, что в милиции вам зубы выбили. Формальность. Это недолго. Шесть укусов, в общем-то, при наличии опытного консультанта-стоматолога могут многое рассказать о зубах. Действительно, совсем недолго. Алятин заглянул в приоткрытую дверь кабинета. Врач отложил инструмент, поднял на него глаза и коротко кивнул. Это могло означать только одно. Да. Ну, в рот заглянули. У него дефект действительно был одного из зубов с правой стороны, в нижней челюсти. В кресле стоматолога сидел убийца. Американский след в разгар холодной войны. Месторождение. США, штат Орегон, город Маршфильд. Хищник и его жертвы. Это его испортили, пока он работал на скорой помощи. Как они находили друг друга? Волчья пасть. Человек и зверь. История одного превращения. Из кабинета врача его вывели в наручниках. Кошмар закончился. Александровский маньяк был пойман. Владимир Соренпе. 26 лет. Профессиональный водитель со стажем. Женат. Имеет двух малолетних дочерей. А вот и последняя улика. При обыске в его доме. Когда я осматривал этот ящик, там, за... уж не помню, было у потерпевшего. Тот самый чайный сервиз, который подарили Вале Пичугиной к 8 марта. Все части головоломки сложились. И тогда Соренпе заговорил. Соренпе заговорил. Слушать его было страшно. Но он как будто торопился выговориться. Володя всегда был скрытным. С детства усвоил истину. Никому не интересно, что ты на самом деле думаешь. Говорить нужно то, что люди хотят услышать. В этом залог успеха. Те, кто знали его внешнюю сторону, подчеркнули, что он очень разговорчивый, там, улыбчивый. Может заболтать человека и так далее. Ну, внешне не урод, естественно. С годами Соренпе все больше убеждался. Его рецепт действует безотказно. В жизни он получал все, что хотел. Многое сходило с рук. Вот какое впечатление он производил на женщин. Парень всегда трезвый, парень всегда аккуратен. Продолжительное время работал на скорой шофером, а потом на автобусе. Но это на работе. А дома? Там всегда было одно и то же. Папаша-дегенерат. При допросе есть, значит, там, типовой бланк, беспрашивший фамилии, имя, отчество. Он называется. Рональд Соломонович. Национальность. Финн, говорит. Место рождения. Он отвечает. США, штат Орегон, город Маршфильд. В середине прошлого века отца Соренпи каким-то ветром занесло в Москву из Америки. Потом его сослали на 101-й километр. Дело обычное по тем временам. Старик Рональд выжил, но от невыносимой жизни запил. Агрессию вымещал на сыне. Пьяница был жуткий. Жестокий. И побивал он его там в детстве. Что-то такое вспоминал на эту тему. Наверное, вот что-то все-таки от взаимоотношения отца сына, от его поведения сыграл свою роль. Вошел выход, клокотавший в нем злобе. Он обрушил ее на голову первой встречной девушке. Пелянина, Надежда, вот он остановил автобус и уже с такими, с определенными намерениями напал на нее, он камнем ее ударил. Вот. И тоже у него была попытка там ее затащить куда-то там в траву и все с ней проделать. Проехал мотоциклист и воспугнул. Это случилось в сентябре 75-го. Соренпи тогда можно было найти и вовремя остановить. Но дело закрыли за отсутствием состава преступления. Только потому, что никто особенно не пострадал. А он убедился в своей безнаказанности. Как вот так хладнокровно можно женщин таким образом убивать и калечить, и насиловать. Потом были другие эпизоды. Особенно вопиющим оказался последний, когда он убил и изуродовал свою бывшую подругу. И не постеснялся у нее и ограбить, и забрать эти несчастные чашки, на каких он и попался. В этом случае его сгубила жадность. Между тем, люди склонны оправдывать негодяя. Это его испортили, пока он работал на скорой помощи. Он был красивый, высокий, трезвый, приятный парень. Ну и там врачи, медсестры. Все-таки действует золотое правило Соренпе. Говори не то, что думаешь, а то, что от тебя хотят услышать. Неужели и бывалый криминалист поверил в его раскаяние? Похоже было, да, на раскаяние. По крайней мере, он о нем говорил. Это было во всех протоколах записано, что я искренне раскаиваюсь. Но суд не учел слез убийцы. В те годы за подобное был один приговор. Смертная казнь. За нами ходило целые толпы и кричали, мы, дайте мы его с ним, сейчас мы с ним разберемся. Хотели с ним расправиться. Сбылась детская мечта Соренпи избавиться от отца. Они больше не увидели друг друга. Никогда. Желания опасны тем, что они исполняются. Позже Владимир Соренпи войдет в историю криминалистики, как Александровский Чикатило. А тогда его быстро забыли. Мы осваивали космос, поворачивали реки вспять и экспортировали черную икру. Леонид Титаров и Владимир Олятин продолжили работать во Владимирской области. Впереди были новые дела, новые уголовные тайны. Впрочем, об этом в другой раз. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова